доброго времени суток youtube уважаемое психологическое психологическое сообщество уважаемые юридические лица наши контрагенты здесь мы сейчас с вами находимся на своих экранах вы видите на странице юридическим лицам и что меня на ней интересует интересует меня на этой странице прежде всего приказ минздрава от 28 07 20 20 20 то есть от прошлого года практически вторая половина прошлого года 20 номер 749 этот приказ минздрава российской федерации определяет кто и как в россии зачем и почему должен проходить медосмотры замечательный приказ пришедший на смену приказу 302 н хорошо замечательно самое интересное приведу простой пример вы из этого приказа одна из методик по психозеологии которая должна проводиться обязательно для проведения психологических обследований а именно методика вариабельность сердечного ритма замечательная методика самое интересное что этой методике мало того что она плохая не работоспособная на сто процентов нет на сто двадцать на тысячу процентов она не работоспособна и и я уверен на девяносто девять процентов и и в природе не существует на данный момент не существует методики вариабельность сердечного ритма нет есть наверняка сто процентов уверен в том что есть какие-то фирмы которые знают методику психофизиологи разрабатывают такие методики и создают какие-то свои разработки то есть там крокодильчики блок питания какой-то цепляется все это значит на запястье человека наверняка до сто процентов даже не наверняка сто процентов и соответственно замеряется вариабельность сердечного ритма но не сопоставление с методиками пазмр с измр-рдон как это должно быть согласно методологии методики самой же методики в ср ну ладно бог с этим то есть другими словами в середине грубо говоря двадцатого года значит наши головы от министерства здравоохранения я знаю их пофамильно и поименно этих людей они решили вот написать вот такой административе такой приказ и его написали в этом приказе не одна ни один десяток глупостей дурости и идиотизма ну вот одним из этих идиотизмов является то что фактически методика в ср неработающими не так ее будем называть неработающие методика в ср в природе отсутствует непосредственно министерстве здравоохранения а как это будет происходить соответственно вот кладет секретарь каком-нибудь начальнику медико-санитарной части на стол приказ 749 распечатала или на компьютере показала ему этот начмет начмет имеется ввиду начальник медико-санитарной части читает этот приказ нажимает кнопочку на телефоне селекторе вызывает своего значит заместителя по хозяйственной части и говорит представь мне все варианты закупки вот этих методик пзмр с измр рдо в том числе и в ср мне необходимо их приобрести для того чтобы мой заместитель по лечебной работе начал эти методики использовать при проведении медосмотров наших работников предприятий которые входят наш контур которых мы обслуживаем с которыми у нас заключены договора на медицинское сопровождение медицинское обслуживание начиная значит идет этот начальник по хозяйственной части идет мониторит интернет там у него заместители мониторят этот интернет в конечном итоге он возвращается в кабинет начмеду и докладывает что методики нет в природе вернее не есть но какие-то там фирмочки и фирмы ну молодцы ребята делают такие методики они вот есть вот такие 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 их немного буквально наверно хватит пальцев одной руки чтобы их перечис перечис пересчитать но одним словом начмед в растерянности в прострации он поднимает трубку главного своего телефона и звонит своему непосредственно начальнику в москву и говорит вот так и так читаю 749 приказ постановит министерство здравоохранения будьте добры сориентируйте меня и скажите где мне приобрести то или иное программное или обеспечение аппарат на программные комплексы так происходит по всем вопросам когда какие-то затруднения возникают то есть всегда идет звонок москву и москва соответственно отвечает вот у нас есть такие то поставщики вы можете приобрести у них у них у них вот это 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 но дело то в том что ведь аппарата вариабельности сердечного ритма в минздраве не существует на 99 процентов я в этом уверен в fmba те лица которыми этими аппаратами занимаются возрастные люди одним словом фактически по факту использовать и применять какой-то конкретный аппарат вариабельности замеряющий вариабельность сердечного ритма нет его а если он даже есть соответственно своему начмеду четко об этом сообщается говорят вот ты позвони туда обратись вот в эту фирму она у нас аккредитована в минздраве российской федерации значит и приобрети понятно тут вопросы денежные стоят те люди которые занимаются в москве вопросами психологии и создавали вот этот 749 приказ они имеют хорошие очень хорошие деньги откаты деньги как угодно это можно назвать для того чтобы порекомендовать вот эту фирмочку которая изготавливает эти аппараты замеряющие в ср соответственно они получили пролоббировали вот эти люди занимающимися этими аппаратами или еще как то то есть все в конечном итоге замыкается на деньгах эти люди получили откаты деньги и соответственно пролоббировали и подписали это у мишустина нашего премьера вот такой вот значит приказ номер 700 749 н ну ладно бог бы с этим начмед говорит отвечает хорошо слушаюсь господа москвичи делает под козырек и горит своему ночи начальнику хозяйственной части закупить вот там то там то и там то и соответственно эти аппараты будут приобретаться если они есть они есть у некоторых фирм я уверен в этом я не знаю точно на на сто процентов уверен что они существуют в природе ну и они соответственно пролоббировали вот такую фразу приобрели и люди которые создавали этот приказ минздрава российской федерации 749 н они получили за это определенная сумма денег так это все происходит в россии и никак иначе я не думаю что черномырдин в этой коррупционной схеме участвует но то что в этом замешаны определенные производители о том в том что в этом замешаны потому что в ср тупая методика старички администраторы от минздрава российской федерации только вот они ее знают и помнят не понимая что она не работоспособная и им это не докажешь но они хотят получить хлеб с маслом и не просто хлеб а с маслом хлеб поэтому они вот такую схему круговорот воды в природе проворачивают это точно то есть они получают деньги от того что это какой-то производитель какой-то значит какая-то фирмой будет изготавливать вот эти аппараты в ср потом с ними будет трахаться вся россия все начальники и заведующие местных частей спустят этот аппарат до своих заведующих лабораторий начальников лаборатории психологического обеспечения которые не сном не сном не рылом не духом во-первых таких нет специалистов российской федерации лабораторий это мало а ведь приказ 749 н говорит о том что при каждом предприятии наряду с медико-санитарной частью должна быть создана вот такая лаборатория будет ли она создана в контуре самого предприятия скорее всего нет это маловероятно скорее всего это будет требованием работодателя предприятия к своим медицинским организациям которые их обслуживают с кем у них заключены договора будет требование включить вот в это обследование и 700 по приказу 749 н потому что работодатели то заводы и фабрики тоже директора не лыком шиты они тоже читают эти медицинские постановления их ростехнадзор требует чтобы они проходили эти психологические обследования от них и они обратятся к своим методическим шефом в частности к медикам и скажут давайте ребята делайте нам не только медосмотры отправляйте наших работников к офтальмологу хирургу терапевту и так далее но и психофизиологам потому что ростехнадзор требует определенной справки по форме приказа 34 с опять же медицинской и у ростехнадзора есть 623 административный административный регламент да вот такая вот история то есть подоплека всего этого дела в плане психофизиологии и крайними окажутся заведующими такие лабора таких лабораторий по всей стране их очень мало этих лабораторий предприятий очень много частности только в атомной отрасли получать и проходить такие лицензирование такое должны более 800 предприятий по российской федерации это только атомной отрасли а есть еще нефтегазовая отрасль и транспортной отрасли авиа железнодорожные автоперевозки которые сталкиваются так или иначе с источниками низирующего излучения это еще несколько сотен предприятий тем 800 которые эксплуатируют атомные источники излучения это огромная сфера деятельности огромная просто безгранична огромная этим предприятиям тоже надо получать эти лицензии и они тоже должны будут иметь какие-то медпункты на которых будут у врачи врачи или фельдшеры и психофизиологи измерять вариабельность сердечного ритма пзмр с змр до а таких специалистов по россии раз-два и обчелся но ничего незаменимых у нас нет научат найдут переделают айчаров переделают психофизиологов ведь это не так просто понимать как рассчитывается простая зрительно-моторная реакция это надо быть математиком хорошим вот справятся ли психологи айчары переквалифицировавшись психофизиологов с расчетами и математическими сложнейшими расчетами только по одной методике пзмр не менее сложные расчеты по методике с змр сложная зрительно-моторная реакция rdo vsr тоже пускай она не работоспособна но там внутри нее вы не представляете сколько там форму чтобы посчитать вариабельность сердечного ритма огромное количество форму и вот эти девочки айчары которые только пассы могут руками водить и работать по по юнгу излишки она уж больно на ядритую мать похоже и всяким там фрейдом с фройдами как правильно я уж не знаю вернее знаю но шучу я они должны будут сесть за стол и провести вариабельность сердечного ритма замерить и понять что она значит и себя пзмр оценить описать то есть они должны будут администраторы им это все купят переучат как уж переучат вы вы знаете там чтобы пазмр научиться рассчитывать надо институт закончить извините меня по-хорошему это не так просто это далеко не просто в следующих своих видео я обязательно покажу что мы получаем и вы увидите ужаснетесь чтобы рассчитать только один критерий по простой зрительно-моторной реакции там только по одному критерию 5 формул а этих критериев которые учитываются в расчете простой зрительно-моторной реакции их более десятка это только по пазмр это не беря в расчет с измр рдо и соответственно в ср вот такая вот интересная история простите меня за несколько затянутое видео но все что сказано сказано эмоционально и самое главное все правда в моих словах таким образом так живет вся россия мы имеем 749 приказ 749 н приказ минздрава российской федерации но наши старички от минздрава от мба они зато у нас все хорошо по телевизору мы рапортуем путину президенту что у нас все прекрасно все хорошо а вот это видео вряд ли кто-либо когда-то посмотрит из власти имущих власть придержащих и надеюсь на него дойдет весь тот ужас который будет в головах нескольких десятков дай бог сотен людей которые работают в области психофизиологии а эта область психофизиологии на мой взгляд более важно нежели значит и это так на самом деле я и считаю чем психиатр предположим знание психиатра и производство опасно оно важно но знание психофизиолога как обладающего большим количеством знаний по поводу там реакции человека который там совершает какие-то опасные производственные действия они более важны нежели знаний оценка психиатра что болен человек не болен выставлен то у него там диагноз не выставлен диагноз психиатрический для производства психофизиологи важнее нежели психиатры и это мое твердое убеждение надеюсь у меня понимаете чем я говорю на этом все благодарю за внимание я обязательно продолжу такие видео буду рассказывать о том анекдотичном бреде и абсурде который нас окружает на этом все благодарю за внимание и удачи вам